добрый день дорогие друзья я конечно же как всегда рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу показать вам немножко своих цветущих фиалок вот эти фиалки растут у меня на подоконнике где температура воздуха поднимается очень часто до 31 градуса и держится так 3-4 часа в день за сутки многие розетки у меня посажены в большой объем горшка вот вот фонарик в двенашки растет раз дикий лес в десятке патли клауди в девятки растут они у меня в обычном питательном грунте с добавлением перлита и иногда еще я в последнее время добавляю мог с фагмом то есть грунт таравита я чаще всего использую 70 где-то процентов грунта 30 перлита и немножко мха сфагнума вот так вот растут вот так вот цветут мои фиалки конечно же для многих наверное это видео покажется каким-то противоречивым ведь существует как бы определенные правила до выращивания фиала и даже я в своих видео часто рассказываю о том что фиалки обязательно нужно выращивать в легком воздушном грунте то есть верховом торфе без всяких там добавлений универсальных и так далее и тому подобное но тем не менее тем не менее вот так растут вот так цветут фиалки на верхнем поливе в обычном грунте в жару ни один листик не испортился розетки выглядят шикарно в общем-то смотрите и делайте выводы это литуаника вот смотрите какой горшок она у меня с весны да как бы в том году литуаника у меня цвела намного пышнее в этом году не такое обильное цветение но тем не менее всегда на вот все лето сейчас у нас уже 26 июля сегодня вот так вот она цветет здесь rs изумрудный берег вот розеточка цветет красавица это ли золото небелунгов вот это вот розеточка стоит очень близко к стеклопакету поэтому вот две недельки и цветы начали портиться а вот это тоже ли золото небелунгов она вот здесь вот всегда стоит здесь не так видимо ей жарко и тоже вот две недельки почти уже цветы и еще ни один цветочек не испортился так еще покажу вам тоже ли золото небелунгов у меня вот три розетки посажены в обычный грунт и горшки немаленькие вот это вот я не знаю но здесь конечно у меня дренаж на дно уложен но тем не менее все равно великоват горшочек вот так вот у этой розетки бутоны закладывались как раз когда температура воздуха вот здесь вот на подоконнике было 31 градус и цветочки вот они как бы немножко деформированные я бы сказала но это ничего страшного самое главное что фиалочка здорово выглядит листики зелененькие красивенькие сейчас спадет жара и она зацветет точно так же как вот сестрички так скажем так н подснежник это пестролистный сорт фиалки но вот на подоконнике пестролистность исчезла практически потому что очень жарко пестролистные сорта фиалок не любят азотных удобрений много они теряют свою пестролистность и им нужны более прохладные условия вот но тем не менее вот так вот цветет мой подснежник до розеточка не такая пестрая как должна быть по сорту но цветение шикарную я ее конечно же оборвала здесь уже немножко как бы стволик подоголел сам сорт красивый его всегда заказывают так это у меня патли клауди такая вот шикарная фиалочка тоже цветет здесь у меня грунт что-то там и перлит и пенопластовые шарики и мог сфагнум вот такой вот он рыхлый даже если я вижу я поливаю конечно же понемножку вот вечером каждый вечер понемножку по чуть-чуть не бывает такое что как бы под залью да я вот просто вот так вот горшочек он пластиковый как бы сгибается немножко его в руках подержала помяла постучала ну чтобы грунт так скажем немножко разрыхлить и влага сама по себе испаряется из-за того что воздушный грунт пусть даже это обычный универсальный грунт но тем не менее он воздушный вот rs так что на дикий лес вот тоже посмотрите здесь тоже мог сфагнум вот но грунт не уплотненный так девочки и мальчики если у вас получается выращивать фиалки без всяких вот этих вот заморочек фиалочных верховой торф объем горшочка там так далее и тому подобное полив только такой больше никакого никого не слушайте вот получается у вас выращивать фиалки в больших горшках в обычном грунте и выращивайте на здоровье фитильный полив в этом году я уже убедилась себя плохо зарекомендовал особенно если условия не очень-то подходящую возможно у кого стоят кондиционеры отдельные комнаты там фитильный полив верховой торф вот и фиалки чувствуют себя хорошо и цветут хорошо красиво но вот у кого таких условий нет верхний полив обычный грунт и ваши фиалки будут вот так вот шести никаких секретов нет абсолютно правильный умеренный полив понемножку также я открываю на ночь окно как как форточка в общем-то открываю меня всю ночь окно открыто то есть днем какое-то время конечно же фиалки стоят в очень жарких условиях но за ночь как бы температура здесь опускается и им этого вполне достаточно для того чтобы перед пережить там следующую волну трехчасовую жары ставьте лайки кому было интересно обязательно пишите свои комментарии подписывайтесь и на этом всем всего доброго отличного настроения и красивых цветов